Антон, по Пандопулос. Какая демократия возможна в случае, если губнюки на некоторое время вдруг потеряют контроль над ситуацией при возникновении некоторой сумятицы? Если их не изолируют, то через полчаса они очухаются и начнут палить из танков по парламенту и толпе. Никакой демократии не будет на время возобновления власти народа над ОПГ. Кто может перебороть бандитскую власть? Только нищие вооружен лейтенанты во главе с патриотичным полковником Пиночетом. Пока не станут полунищими лейтенанты, обремененные долгами, беременными женами, вместе с сержантами, с такими же проблемами. Стрелять милиционеров из КГБ и Росгвардии некому. Толпу без армии перестреляют за пару дней. Антон, ну вы тут намешали все, все, что возможно. Значит, есть серьезная проблема, мы с ней уже однажды столкнулись. Это переходный период, начало каких-то демократических преобразований, когда действительно КГБшники были отстранены от власти. И этот процесс не завершил Борис Николаевич. Но они оставались там на телевидении, в информационных структурах, во власти. Кадровики эти, которые продолжали продвигать своих чекистов. Серьезная проблема, ее надо будет решать, если их не изолируют. А изолировать, вот опыт же есть, это нацистская Германия. Изолировать надо лидеров. Нужна, во-первых, концепция, общая концепция, которая в нацистской Германии была создана трибуналом нюрнбергским. Нужно будет что-то такое делать. И это должен быть международный трибунал. И тут же важно не осудить, а важно, так сказать, информационно осудить. Назвать вещи своими именами. Этого сделано не было вот вначале. Даже этого не было сделано. Ну, что-то кто-то говорил, но это тормозилось со страшной силой. Термин «демократия» возник при демократии в России. Его распространяли демократические средства массовой информации. Это было начало пропагандистской антидемократической кампании, которую мы в полной мере видим сегодня. Значит, начнут из танков палить по парламенту и толпе. Ну вот, не смогли они из танков палить по толпе в августе 91-го года, потому что танки, армия отказалась поддерживать ГКЧП тогда. Я очень надеюсь, что армия, как часть общества, народа, и в этот раз, когда начнется переходный период, откажется быть такой консервативной силой. Вот, вы тут пишете по парламенту, намекая на 93-й год. 93-й год – это никакой не парламент был. Назовите одного парламентария, погибшего в октябре 93-го года. Ни один не погиб. И была уже фактически бандитская группа, антидемократическая, которая пыталась захватить власть и начать реконструировать, ну, вот, ту советскую систему. Это все общий длительный процесс распада Советского Союза, который начался, я думаю, году в 85-м. Горбачев там что-то пытался сделать, подлатать, поставить заплаточки, сохранить эту власть советскую. Ничего не получилось, и в следующий раз будут попытки подлатать. Ну, вот, не дать этим попыткам осуществиться, наша задача для этого партия создаем. Принципы некоторые, которые будем призывать защищать. Идея ваша Пиночета, ну, это известная идея. В свое время у нас были большие споры в партии, экономической свободы вообще, вот, в демократическом, так сказать, пространстве, что Пиночет – это хороший вариант. И вот тут же и Пиночет появился, Владимир Путин – чекист, силовик, с демократическими взглядами, ученик Собчака. Мы с вами видим результат. Так что мы много спорили с Александром Ивановым, известным сатириком. Он был членом партии экономической свободы, был сторонником Пиночета. И, ну, понятно, что это не сработало, не выстрелило. Выстрелило, ну, не в ту сторону и не в тех. Так что идея Пиночета, она себя дискредитировала, Путин ее дискредитировал. Кто будет стрелять в КГБ, Росгвардию, некому, я не уверен, что в них надо стрелять. Если нужно действовать как в Германии при демонтаже нацизма, а нужны иллюстрации, безусловно, нужны принципы, которые отстранят от власти активистов и пособников, фактически, пропагандистов этого путинского кремлевского режима. Вот. Но не их расстреливать, не, там, возможно, жертвовать своими жизнями не понадобится. Я очень на это надеюсь, что это примет в какой-то степени, ну, спокойный, мирный характер. Для этого мы сегодня и занимаемся партией «Западный выбор», чтобы это не превратилось в партизанские отряды, в военное, гражданское противостояние, в гражданскую войну. Тем более, что она уже невозможна. Сама идея вот эта дезинтеграционная, она будет противодействовать гражданской войне. Вот. Но нам нужно, чтобы на разных территориях образовались такие какие-то центры консолидации людей с демократическими убеждениями, с демократическими ценностями, которых будет поддерживать народ, а не центры партизанского движения, которые очень быстро превратятся в центры реконструкции советской власти. Вот. Это предмет работы. Бояться этого необходимо. Вы очень правильно делаете, что пишете об этом. Вот. Но, знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Работать надо. Чтобы этого не произошло, нужно работать. Александр, значит, Антон Папандопулус. Вы что-нибудь сделали для того, чтобы этого не произошло? Вы уже создали региональное отделение партии Западный выбор, или хотя бы партии Народной свободы, или хотя бы партии Яблоко? Вот когда создадите, вы сделаете шаг в направлении, чтобы вот те ужасы, о которых вы пишете, не произошли. Продолжение следует...